Всем привет! Меня зовут Максим Епихин, я основатель сообщества MyCryEngine, посвященную созданию игр на игровом движке CryEngine. И в этом видеоуроке мы будем рассматривать свет. Точнее, встроенный свет Lighting и Time of Day. Свет, который создается, мы будем рассматривать в дальнейшем. Но в этом видеоуроке, как я уже сказал, мы будем рассматривать все, что связано с временем суток. Ну, откроем наш проект в начале. У меня, соответственно, загружаются предыдущие сцены, которые мы создавали в предыдущем уроке. Которая получилась весьма плохой, но она ярко демонстрировала возможности CryEngine. Ну ладно, не будем сейчас об этом. Мы поговорим все-таки о Lighting в первую очередь. Свет. Значит, что мы видим, когда открываем средства, то есть утилиту Lighting. Нам предлагают динамическое солнце, ну или статичное. Также нам предлагают выбрать начало времени. То есть, какое время суток у нас будет при старте. Ночь, например, 0,0. Ну, 24 это тоже самое, 0,0. Мы оставим 6 утра. Потом нам предлагают выбрать Sun Direction. То есть, как будет светить наше солнышко. Вот. Давайте я отдалюсь чуть дальше, и вы увидите само солнце, которое передвигается, соответственно. Так, ну, давайте вот таким вот мы появляемся все-таки тут появимся. И сделаем таким образом. Теперь следующий очень-очень странный и очень интересный параметр. Например, это солнце по дуге. То есть, как оно будет охватывать. Типа, знаете, там экваторы, там наклонные и так далее. То есть, вот, например, как бы изменения вам показать бы. Ну, не знаю, по-моему, тут не очень заметны все эти изменения. А точнее, это Direction, да. То есть, каким образом будет идти солнце. То есть, по какой дуге. Либо, ну, представим, это в виде сферы. То есть, вот, следите за мышкой. Либо оно пойдет вот так, либо оно может пойти вот так. Там вы, представьте, проекцию. Вот, и, соответственно, мы, давайте, установим какой-нибудь 120, 129. Раз уж не, давайте, 160. Тут 120, да. Так интересно. Люблю целые числа. Следующие параметры. Это Луна, Солнце, соответственно, с тенями. Что связано с тенями? Соответственно, это указывается время, когда Midnight, когда ночь полностью. Ой, я не запомнил. 5,55. Вот. И прочие настройки, относящиеся к теням. Здесь вы можете видеть, ну, как бы ее назвать так, полосу, да, полоску, вот, по некоторым параметрам. То есть, это разбивается день. То есть, вот, с нуля до, все-таки это еще не так светло, потом светло, потом опять темнеет. Ну, вы можете сэкспортировать вот данные настройки в файл LGT. Собственно, наверное, с Солнцем и Луной мы закончили. Теперь давайте перейдем к более расширенному редактору времени суток. Открываем, соответственно, Time of Day, видим графики и зажатую кнопку Recording. Что она делает? Она позволяет изменить анимацию, которую вы создадите далее. Предположим, вы используете какую-либо Sky-Fi игру и там нету такого света солнца. Вы можете, в принципе, нажимать на каждый из ключевых точек, видеть в онлайн-режиме, ну, в реал-тайм, да, изменения. И вот здесь вот изменять параметры цвета, солнце, цвета неба, глубину кого, как глубину, ну, жесткость, наверное, степень тумана, да, то есть просто глубину тумана. Ну, еще можно так назвать. Дневной цвет вы можете редактировать, каким цветом он будет. И цвет в дальнейшем Луны. Тут без изменений пока. Собственно, здесь находятся параметры, ну, как бы ключевые точки, которые можно удалять, создавать для вашей системы дня и ночи. Собственно, я сейчас расскажу еще про один параметр важный. Это Current Time. Current Time это такая вещь, которая позволяет настроить вам текущее время. И очень специфическая функция называется Play Speed. То есть, с какой скоростью будет меняться время суток. Я пробовал пару значений, но покажу вам значение 0.5. Оно более-менее приемлемо. End Time 12. То есть, я как понял, на самом деле, из-за практики, которая до этого была, я не читал никаких документаций. End Time это не когда завершается день, а когда завершается половина дня. Start Time я поставлю на 0. Начну ночь в игру. И текущее время на 0. Закрываем тогда. Не забыли скорость поставить, если вы это не сделали. Параметры мы все оставляем одинаковыми. Как я говорил, солнце пойдет по той дуге. Значит, мы должны появиться где-нибудь вот тут. Мы ждем, пока выйти уже светлеет. Вот уже. Вот солнышко наше, смотрите, как оно идет. И оно идет по кривой. Очень близко к нам. Вот смотрим, смотрим за природой, как она изменяется. Тени, тени, вот все тени. Вот начинается ночь. Оттуда, по идее, должна где-то появиться наша луна. Где-то, где-то тут. А вот там где-то еще. В общем, где-то должна была луна появиться. Возможно, мы ее просто отсюда не видим. Поэтому побежали наверх горы. И если не успеем, а мы уже не успели. Какой оптимистичный прогноз на видеоурок. Вот. То мы просто сейчас подождем еще, когда целый день пройдет. И подоблюдаем за солнцем и луной. Видите? Что-то как-то много точек. Вот луна наш. А светит почему-то там. А вот теперь тут. Но это не мои косяки. Это косяки уже край джинам. Да вообще, на самом деле, никто не смотрит так особо на это. Кто будет смотреть, кстати, по лицу в небо. О, рисованные звезды. Все же вот бегают, это же экшн, все дела. Но вот как видите, здесь все быстро поменяется. Поэтому выглядит как-то типа не очень естественно. А когда вы поставите скорость намного меньше, в разы меньше, тогда вы поймете, что это вау, это интереснее, это намного покрасивее. Ну, наверное, по времени суток мы закончили. Хотелось бы в конце сказать, что все вот эти параметры, они нужны для этого утилита. Они нужны для того, чтобы как можно точнее настроить анимацию, которую вот рекординг, да, тут создается. То есть вот меняете какие-либо цвета. Например, давайте я поставлю обратно в нули. Сделаю какую-нибудь... Я, наверное, даже не смогу записать ничего. Потому что у нас линия-то нету, мы ничего не изменяем. А трогать эти настройки как-то не очень хотелось бы. Ну, ладно. Надо просто какой-нибудь запомнить параметр. Шестичасовой вот. Если мы... Вот, смотрите, мы нажимаем, видим вот эти изломы. По RGB, Right, Green, Blue, да, по цветам. Как меняется красный, как меняется зеленый. И каждую эту часть мы, например, можем вот таким образом сделать. Можем более мягко. То есть вот эти функции, вот эти вот вспомогательные инструменты, они позволяют вам сделать либо жесткую, либо плавную. То есть полная настройка анимации, как вам угодно. Все-таки давайте на этом закончим. Всем вам огромное спасибо за внимание. Был рад вам рассказать тому, чем он учился. Меня зовут Максим Ипикин. Представляю сообщество MicroEngine. Обязательно вступайте в наши ряды. Мы всех очень ждем. Готовы учиться вместе. Подписывайтесь на канал. Обязательно комментируйте. Всех ждем на нашем сайте и в комментариях. Спасибо. Всем удачи в разработке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok